Это одно из любимых мест отдыха ливенцев – парк завода «Лев Гидромаш». Другими словами, народный парк. Этот парк – один из наиболее крупнейших парков в нашем городе. И он охватывает достаточно большую жилую зону, территорию, прилегающую к парку. Парк интересен чем? То, что он имеет традиции, был построен в свое время рабочими предприятиями, то есть строился хозяйственным способом. Здесь вложены усилия, труды заводчан. Масштабная реконструкция не проводилась многие годы. Теперь парк «Лев Гидромаш» – участник всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Выбор – жители. Разработали концепцию парка сестры Котовой Кира и Кристина, студентки Агу имени Тургенева, девушки – будущие архитекторы. В их проекте эта территория Ливен получила новое название «Парк машиностроителей». Мы ввели такой слоган, что Ливен – это город людей, которые умеют работать и умеют отдыхать. И поэтому мы ввели такой индустриальный мотив в оформлении парка, в использовании материалов и конструкций, которые здесь есть. И сделали упор на развитие и образование детей. Мы постарались где-то, может быть, сэкономить на каких-то глобальных решениях, но поставить качественное оборудование, дорогие детские площадки немецкие, чтобы сделать среду красивой, современной по современным трендам. Вы работали с сестрой. Кто за что отвечал? Как создавали концепцию? Кира отвечала больше за граданализ, за анализ той информации, которая собиралась на слушаниях, сессиях, мастерских. А я отвечала за архитектуру, за дизайн-код. Новая концепция не просто восстановить парк, как он есть, а вложить в него что-то новое, современное. То есть парк, он должен отвечать требованиям жителей нашего города, чтобы они могли в этом парке не только проводить время отдыха, но и могли как-то действительно воодушевиться тем, что город меняется, город живет, город остается по-прежнему интересным местом. Парк «Лев Гидромаш» – участник всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В Ливнах на заседании городской проектной мастерской жители города и эксперты вопроса градостроительства и урбанистики обсуждали идеи и планы по развитию общественных пространств. Инициативу проведения встречи в таком формате поддержал Департамент по проектам развития территорий Орловской области во главе с его руководителем Андреем Карповым. Такой общественный формат, он может быть где-то для большинства жителей вновь, он свежий, но он правильный. Это тот формат, который позволяет многим жителям понять свою правильную сопричастность к чему-то большому, к чему-то заметному. Ведь речь идет об общественных территориях, это большие площади, это очень заметные пространства. Тот самый правильный мозговой штурм, сессия городского проектирования при поддержке общественников, общественной палаты Орловской области. В 2019 году на всероссийский конкурс проектов комфортной городской среды было подано 330 заявок из 77 регионов России. 80 проектов победителей из 46 субъектов страны. Награды субсидии с федерального бюджета от 30 до 100 миллионов рублей. С 2019 года конкурс проходит в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» с ежегодным призовым фондом 5 миллиардов рублей. Наталья Пехтерева, Арсений Куликов, Телеканал Первый областной.